всем привет друзья с вами дмитрий в сегодняшнем ролике я хочу дать вам инструкцию по выживанию в канаде первое правило которым я хочу сказать это если у вас ограниченный бюджет не надо ехать провинции онтарио и британская колумбия провинции онтарио и британская колумбия это те самые две провинции где я жил ну и живу сейчас в онтарио конечно же британской колумбии я прожил два года почему я не советую ехать с ограниченным бюджетом в эти провинции да просто потому что друзья эти провинции являются самыми дорогими провинциями канады если говорить про онтарио британской колумбии в принципе недвижимость это то что движет экономику вперед в этих провинциях самая большая часть бюджета конечно же уходит на оплату аренды жилья если вы снимаете или на покупку жилья если вы покупаете вы платите ипотеку mortgage если говорить про онтарио скажем вы приехали то аренда жилья однокомнатной квартиры средняя цена средняя стоимость это две тысячи долларов и эта стоимость она постоянно растет но на этом конечно же ваши расходы не заканчивают если вы приезжаете в одну из этих провинций то кроме того что вам нужно где-то жить вам также нужно что-то кушать кроме того что вам нужно что-то кушать вам нужно во что-то одеваться в общем все вот эти базовые вещи в провинциях на которых мы говорим сейчас онтарио британской колумбия все это будет значительно дороже а ситуация с арендой жилья в провинции онтарио вообще сейчас критическая месячек хочет снять квартиру обычно как это происходит то обычно это происходит что первый и последний месяц должен заплатить жилец и вам предоставить какие-то документы кредитную историю доказать то что есть какие-то доходы что человек работает все нормально сейчас что происходит то что первый последний месяц оплаты уже недостаточно то есть если вы хотите действительно снять недвижимость полгода это минимум то есть что происходит человек приходит например ему понравилась какая-то квартира уходит хочет ее снять приходит или с риэлтором либо без риэлтора есть различные типы жилья есть типы жилья с которыми не работают риэлторы вот и приходит человек хочет снять эту квартиру скажем квартира стоит две тысячи долларов в месяц сразу же приходит еще два три четыре пять человек которые также хотят снять эту квартиру ну просто потому что перенаселенность очень большая кто-то предлагает заплатить за год вперед ну и все и вы потеряли эту квартиру вы уже не снимите потому что собственник предпочитает получить свои деньги все сразу собственнику это более выгодно второе правило которыми хочу сказать это нужно найти высокооплачиваемую работу ну здесь вы можете сказать ну рассмешил высокооплачиваемый конечно все мы хотим такую работу а где же и найти вот это уже второй вопрос дело в том что те профессии которые мы освоили в той стране где мы учились на вне канады все эти профессии здесь не будут котироваться в том плане что в канаде придется переучиваться придется получать лицензию учеба может занять год может занять два в случае например с медбратьями сестры и врачами то это гораздо больше 4 года может занять да то есть довольно большой срок о чем это говорит то что первое время придется работать скорее всего на какую-то минимальную зарплату но может быть выше выше чем минимум вы найдете работу поэтому все что касается работы нужно сделать действительно такую скажем подготовительную работу если вы не сделаете такую работу я имею виду не узнаете какую лицензию вам нужно подтверждать идею подтверждать сколько времени это у вас возьмет то есть если вы этого не сделаете то вы окажетесь в таком же положении как и мы супруга оказались свое время когда мы приехали в ванкувер и скажем так надеялись на лучшее получилось как всегда на то есть надеялись на то что супруга начнет работать сразу же по профессии принципе это на то что мы рассчитывали много денег у нас не было с собой но когда этого не случилось когда мы узнали что нужно будет переучиваться нужно будет получать лицензию то мы конечно же так скажем немножко разочаровались но это мягко сказать на самом деле у нас закончились деньги довольно быстро и все что мы привезли с собой мы потратили там за буквально за полгода если вы приезжаете такие провинции как онтарио то до работы здесь конечно больше можно найти работу довольно быстро можно найти работу без английского языка особенно если вы приезжаете в торонто вы сможете найти работу и это не будет составлять проблемы это не будет проблемой но во первых таким образом вы не сможете выучить английский язык как полагается на потому что если вы будете общаться там скажем на русском языке или на украинском языке то это тот язык на котором вы привыкли общаться вы уже не захотите говорить на другом языке по большому счету ну а во вторых минимум или близко к минимальной заработной плате это то что вы будете получать на этих работах и будет ли вам хватать если сделать простую математику даже то сразу понятно что хватать вам конечно же не будет то есть минимальная зарплата сейчас вон там в районе 15 долларов если вы работаете полный рабочий день 8 часов то вам будет может быть хватает только там скажем на аренду жильям плюс какие-то там базовые вещи но а где скажем машина а где бензин а где расходы на детей а где одежда ну просто сделайте математику математические учисления несложные из будет сразу понятно что чтобы жить например таких же провинциях как онтарио опять же мы возвращаемся то нужен довольно существенный доход третье правило которым я уже так немножко вскользь упомянул это изучение английского языка я когда приехал в канаду разговорный у меня был такой скажем ниже среднего английский язык общался но так как собака то есть понимать понимает а говорить не может вот на таком примерно уровне когда сейчас она разговаривают канадцы я думаю вот это класс то есть понимаю даже иногда лучше чем на русском языке уже это натуральную все происходит я имею ввиду по сравнению там скажем с индусским акцентом или по сравнению с китайским акцентом просто это песня когда говорят вот именно канадский акцент когда я приехал ну ни слова понять не мог особенно когда по телефону по телефону разговаривал было тяжело довольно понимать агентов как если мы звонили там что выясняли там и женой я помню даже ругались кто позвонит я или она потому что не я не она не хотели сидеть на телефоне и вот так года по ним понимать пытаться понять что о чем они говорят эти агенты и что они вообще имеют ввиду четвертое правило которым я хочу сказать это не храните деньги в банке догадливые канадцы давно уже придумали схему куда им вкладывать деньги на самом деле да я вот вижу что все богатые люди в канаде вообще по всему миру они сделали свои деньги на недвижимости около 80 процентов самых богатых людей в мире они вкладывали свои деньги недвижимость в канаде также очень многие люди это уже давно поняли что канада дает такую уникальную возможность сохранить не только сохранить а и приумножить свои сбережения посредством вкладывания денег недвижимость конечно покупать свой дом вначале потом покупают дома чтобы сдавать их в аренду жильцам если здесь риски конечно есть в онтарию например законодательство благоволит жильцам да то есть довольно тяжело выселить даже если жильцы не платят то есть все вот эти вот проблемы с жильцами конечно же не существует но волков боятся как говорится в лес не ходить поэтому то что я вижу вот все состоятельные люди богатые люди в канаде это то что они не делают вклад в деньги в недвижимость но не обязательно вкладывать недвижимость а главное чтобы деньги каким-то образом работали желательно под конечно высокий процент так как инфляция сейчас районе семьи восьми процентов то конечно вы хотите чтобы ваши деньги работали под более высокий процент поэтому нужно искать всякие разные интересные и не очень интересные рискованные не очень рискованные способы проблема с вложением денег вот как я ее вижу в недвижимость это то что многие люди видят колебания вот эти вот колебания которые происходят на рынке как скажем сейчас недвижимость резко падает в цене по всей канаде но два года она очень веско опять же поднималась цене и многие люди которые не совсем понимают эти тенденции как работает рынок они думают что да вот все рушится все падает недвижимость падает что нам делать куда нам бежать я думаю что паниковать не нужно если вы человек думающий человек который осуждает здравый видит что на самом деле происходит то все вот эти колебания на рынке которые происходят недвижимость они все временные и если поднять историю то недвижимость в канаде росла в цене последние 50 лет и она если ну ничего не случится там какой-то третьей мировой войны например она и будет продолжит расти в цене если говорить о моем опыте с недвижимостью то но первое время когда мы приехали в канаду конечно же о покупке недвижимости не могло быть никакой речи мы скажем так сводили концы с концами до выживали в канаде многое много раз они конечно думали вернуться на свою историческую родину потому что денег категорически не хватало но вот как-то как-то выжили как-то все-таки продвинулись супруга начала работать я также начал зарабатывать и в принципе уже стал зарабатывать неплохо и у нас получилось купить наш первый дом 2014 году на тот момент он стоил 300 тысяч долларов мы продали его в 2020 году продали его за 700 тысяч долларов но в принципе такие деньги тяжело тяжело мне придумать вот как за несколько лет там заработать там 300 400 тысяч долларов отложить если вы знаете какую-то схему которая позволит позволяет вот так вот зарабатывать деньги то пожалуйста поделитесь комментариях я таких схем принципе не знаю ну и продав недвижимость опять же можно вложить деньги в новый дом то есть улучшить качество жилья улучшить свои жилищные условия или оставить оставить свои жилищные условия на том же уровне там скажем купить что-то подобное опять же взяв ипотеку конечно же ну без ипотеки никуда такой инструмент на который нужно использовать и даже несмотря на то что сейчас процент по ипотеке поднимается все равно остается довольно низким скажем так ниже чем уровень инфляции поэтому довольно выгодно брать ипотеку в любом случае в канаде ну и вот после этого уже там покупали какие-то инвестиционные объекты и это позволило в канаде продвинуться ну а вам уже выбирать что вам делать как вам делать со своими деньгами как их лучше зарабатывать как их лучше хранить и как их лучше приумножать на этом все друзья если вам было интересно оценить это видео всем удачи и до встречи в следующем ролике